Здравствуйте, дорогие друзья вы на канале Дома Хозяин. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Сегодня поговорим о том как почистить кеды или кроссовки, старые туфли с белой резиновой подошвой, чтобы они снова выглядели как новые. Недавно я нашел обувь в комиссионном магазине дешево. Поскольку обувь большого размера довольно трудно найти на вторичном рынке в секонд-хенде, а старые кеды большие нельзя купить в магазинах, я просто должен был их купить. Ткань была в довольно хорошем состоянии, никаких повреждений или немытых пятен. Однако белые подошвы и шнурки больше не кричали о новизне. Я покажу вам, как чистить старые туфли или любые туфли с белой резиновой подошвой, чтобы они снова выглядели как новые. Очистка подошвы Есть много способов очистить белую резину. При легкой серости обычно помогает жидкость для снятия лака или дезинфицирующие средства для рук. Однако, поскольку грязь на этих кедах уже окаменела после стольких лет, когда обувь не использовалась, нам нужно использовать самый сильный чистящий раствор, известный человечеству. Чтобы сделать очень мощный чистящий раствор, вам понадобится стиральный порошок и уксус. Смешайте их в соотношении один к одному. Теперь, прежде чем использовать раствор, наденьте перчатки и убедитесь, что вы находитесь в хорошо проветриваемом помещении. Пары уксуса довольно неприятны, и вы действительно не надо их вдыхать. Кроме того, снимите шнурки с обуви перед чисткой. Мы не хотим сделать их грязнее, чем они есть. Я протер подошвы губкой. Через 10 минут обе туфли были чистыми. Используя старую зубную щетку, действительно можно проникнуть во все эти заколки подошвы, чтобы сделать обувь как можно более чистой. Чтобы закончить процесс чистки, тщательно прополощите обувь под водой в раковине. Уксус и моющие средства имеют очень сильный запах, который необходимо смыть, прежде чем выходить на улицу с обувью, по очевидным причинам. Используйте немного мыла, чтобы облегчить себе задачу. Это также поможет очистить ткани и избавиться от некоторого запаха, который был в обуви до чистки. Шнурки для шнурков я попробовал три разных метода. Моющие средства плюс уксус, моющие средства плюс пищевая сода и отбеливатель для белья, и ни один из них не сработал. Я не хотел использовать отбеливатель, так как он может слишком агрессивно атаковать хлопковые волокна и ослаблять шнурки. К счастью, новые шнурки стоили всего ничего, так что было гораздо разумнее просто купить их. Время и усилия, которые мне пришлось бы вложить в старые шнурки, просто не окупились бы, если бы я продолжал пытаться отбелить их. Оригинальные шнурки были слишком длинными. Даже завязанные в банк бабочки шнурки вылочились по полу с обеих сторон. Покупка новых шнурков также решила эту проблему. Мелкие детали как говорили многие великие художники, важны детали. На моих кедах некоторые части синей резиновой линии на подошве оторвались. Чтобы исправить это, я использовал обычный прозрачный клей. Кроме того, на задней стороне ботинок была стерта краска с эмблемой Альстар. Я использовал немного акрила, чтобы перекрасить недостающие буквы обратной с помощью зубочистки. Готово. После двух часов работы обувь чистая и выглядит как новая. Я также очень доволен результатом. Теперь у меня есть пара настоящих кроссовок, которые выглядят как новые и стоили мне очень дешево. Редактор субтитров А.Семкин